В конце января в Пинске завершились городские соревнования по баскетболу среди девушек. В этом году они проходили на базе средних школ номер 18 и номер 14. По результатам игр первое место у девушек заняла команда средней школы номер 16, второе место у США номер 2 и третье у спортсменок из седьмой школы. А начиная со 2 февраля женский баскетбол уступил место мужскому. Я думаю, что эта спартакиада точно такая же, которая сейчас проходит среди юношей, подарит нам тоже много хороших игр, где мы будем наслаждаться этой прекрасной игрой баскетбол, получим много хороших эмоций, поболеем за наших ребят. И более достойные будут отобраны в команду спортивной школы и в дальнейшем для участия в областной спартакиаде. Соревнования по баскетболу среди юношей проходят в рамках городской круглогодичной спартакиады школьников. Эти игры традиционные и собирают они команды школ, в которых культивируется баскетбол. Примечательно то, что впервые после долгого перерыва в связи с капитальным ремонтом эти городские соревнования проходят в детско-юношеской школе номер 2. Очень приятно, что эти соревнования наконец-то опять вернулись сюда, под крышу здания Дюшо номер 2, потому что долгое время мы не могли проводить здесь наше соревнование, потому что вы знаете, что школа была на капитальном ремонте, много вложено средств сюда и приятно, что здесь сегодня мы эту спартакиаду, именно игры среди юношей проводим в большом, хорошем, просторном зале, теплом, уютном, где можно посмотреть из балкона, где можно просто-напросто наслаждаться с любой точки этой прекрасной игрой, поэтому, еще раз говорю, очень приятно. В течение первых игровых дней в спортзале Дюшо номер 2 разворачивалась нешуточная борьба. 3 февраля на площадке встретились юноши из средних школ номер 7 и номер 14. Борьба между ними выдалась упорная. После финального свистка счет на табло был 38-54 в пользу 14-й школы. Как правило, результат подобных встреч зависит от того, если в команде игроки, которые занимаются баскетболом, профессионально. Тут практически все ясно, где есть игроки, там есть и команда. Поэтому, надеемся, вот от этих школ, традиционная, конечно, это же 16-я школа, это первая школа в качестве лидера, это девятая школа. Наверняка, конечно же, будут еще какие-то серые лошадки, которые проявят себя именно на этом чемпионате. То есть, все те, кто любит и умеет играть в баскетбол, я думаю, у них прекрасная возможность проявить свои лучшие качества в этот период. Соревнования продлятся до 13 февраля. В последний день и определятся победители финальных игр. Продолжение следует...